Латерейные билеты! День, ночь, ты растешь, с каждым днем сильнее. Пистолет, табу, назад. Надо быть няшным. А есть у меня волос? Идите за кал. Блядь. Дорожай. Сучка, да? Пользуется. Ну, что у моей крошки? Вот я, в принципе, и в строю. Чуть-чуть подзажила моя простуда, я ее замаскировала. И думаю, что с сегодняшнего дня надо начинать потихоньку вам влог, рассказывать о том, что я буду делать. Вот сегодня, например, у меня планы. Мамуля приехала моя, уже борщ готовый принесла, плов делает. То есть она борщ принесла, сейчас соус уже сделала и плов делает. Короче, у меня мама вообще просто супер-пупер. Еще я ей задание одно дала, она тоже его сделала дома. Это будет сюрпризом скоро, пока не могу говорить. Вот, и сегодня у меня какие планы? Сегодня накопилось посылок, там 6 штук, мне нужно их отправить. И сегодня у меня запись песни для Денечки. Хочу записать песню. В Инстаграме сделаю опрос, так как этот влог будет намного позже, чем в Инстаграме, всю информацию быстро узнаю. Так что, кто не подписан еще на меня в Инстаграме, вот здесь ссылочка, подписывайтесь. Вот, я побежала на улице жара, сегодня я, смотрите. Вот, знаете, очень удобно. У меня, вот я уже говорила, может быть вам, у меня вот такой вот гардероб дома. Все никак не разберу. Но у меня теперь висят вот здесь, вот просто на вешалочке, которые я купила в Икее, по-моему. Просто висят кофточки, футболочки. Шортов у меня немного. И я теперь каждый день, выходя из дома, я такая раз думаю, что-нибудь на себя надеть. Я все время надеваю что-то новенькое. Вот, например, пойдемте на балкон. На балконе покажу. Вот у меня футболочка. Дальше моя новая сумочка. Ну, вы наверняка уже видели видео о моих покупочках. Я там рассказывала об этой сумочке. Черные шортики Adidas. Adidas из Stella McQueen. И одену кроссовочки своей не в балансе. Сегодня сюда вот такой образ. А, да, очки, которые тоже у меня новые, о которых тоже я вам уже рассказывала в покупочках, сюда они вообще идеальны. У меня такой сегодня черно-белый образ и цветные кроссовки. Вот так вот я сегодня буду выглядеть, гонять. По-моему, очень. По-моему, очень даже стильненько. Да? Вот. Еще с кроссовками сейчас обуюсь и покажу. Ну что, еще к своему образу я добавила несколько штрихов. А это сережечки. Сваровские, которые я покупала. В Sunlight, по-моему. Кроссовочки. Конечно, можно было бы выбрать кроссовки вот эти. И, может быть, они сюда бы даже больше по образу пошли. Да? Ну, я сейчас кайфую от новых. Мне хочется в новом. Я думаю, что многие меня могут понять. Что, когда ты покупаешь что-то новенькое, тебе как в новом гонять? А, еще, смотрите, рюкзачок. По цвету он вообще сюда гармонирует. Офигенно. Ну, тут лежат у меня всякие там делы. Вот. Короче, вот так. Сегодня я иду. Такая деловая. Мне вот образ очень нравится сегодняшний. Просто на стиле. Надо пофоткаться в инсту. Все, выходим. Люблю я тусоваться перед зеркалом. Но надо выходить. Еще у меня в планах сегодня попасть в солярий. Потому что под шорты, когда белые ноги, меня это прям бесит. Ноги должны быть загоревшие. И мало того, что нужно сходить в солярий. Просто я не хочу в солярий сегодня. Да. Я только замазала свою простуду, ее не видно. А в солярии сейчас все пятна, которые на лице, они еще больше покраснеют. Может, завтра пойду в солярий с Кристинкой. Она должна сегодня приехать. А сегодня надо видео поснимать. Нельзя быть красной. Автозагаром можно вечером намазаться. Да, кстати, я, как видите, избавилась от кресла впереди и посадила Деньку назад. Когда ребенок сидит сзади, здесь больше плюсов. Блин, солнце фигачит. Я не знаю, сейчас она, знаете, сколько градусов на солнце? Наверное, все 40. Очень много плюсов, когда ребенок сидит сзади. Во-первых, сзади есть заклепка, чтобы он не открывал дверь. Но он, в принципе, сейчас у меня уже не открывал. Он так пару-тройку раз открыл, я его поругала, и он больше не открывает двери. Но все же безопасность в этом плане. Второй момент. Он уже такой любит вылазить, знаете, и нажимать вот здесь у меня на панели управления. Всякие кнопки и громкость там, и переключать тоже не лезет. Потом, здесь впереди все время светит солнце. И я, допустим, закрываю вот эту штучку, да, для себя. А для него, ну, закрывая, не закрывая, он как-то низко сидит. И все равно все светит ему. И он постоянно весь брыкается, там не заснуть, ничего. А сзади постоянно тень. Вот. Ну и, соответственно, ля, у меня тут вот надо освежить кожу, конечно. Прибрать чуть-чуть. Это я вчера как раз-таки домой собиралась и переставила. Еще не поубиралась. И впереди, конечно, мои девочки любят посидеть. Вместе со мной. Так что теперь для взрослого место освободилось. Так что, девчонки, вылком катаемся. Вот. И сзади он себя нормально чувствует. То есть он там не кипишует, что он там сзади, а все впереди. Что он хочет вперед. Нормально все. Пришла в мой родной магазин. Так давно я здесь не была. Что у меня тут с сумочками осталось? Сегодня уже заберу две штуки. Цветные сумочки остались. Вот последнее уже все, что осталось. Вот. Покажу вам. А то иногда бывает девчонки видят что-то и такие сразу. Хочу, хочу. Что это было у тебя там в левом углу справа? Вот эти вот маечки остались уже тоже. Ой. Света нет. Короче, вот такая серенькая. Мне так нравятся пайеточки вот эти. Серенькая и пудровенькая. Вот так вот покажу вам вскользь. Пудровая тоже такая. Черная нет уже. Всякие вот такие вот. Вот такие вот тоже много их разных. И пудровые есть. Бордовые есть. А, держитесь, мои хорошие. Держитесь, не падайте. Со стразиками есть. Красивые. Вот. Вот такая, кстати, классная футболка очень. Это качественная. Это у нас этот... Иваново. Вот это вот трикотаж офигенский там в Иваново. А, ну платье, девчонки, вот эти вот. У всех они позаканчивались, а у меня они еще их много. Так что на всех, думаю, хватит. Все цвета вообще. Все цвета. Вот. Костюмчик вот заказали уже. Еще мои розовые берут. Косметики море. Разный. Ну, короче, я буду видео отдельно снимать. Я буду тестить косметику и покажу вам, что как. И отдельно покажу какие-то прикольные костюмчики и платьюшки. А сейчас мне нужно быстро оформить посылки. У меня час. Вот здесь вот так вот мой микрофон, текст. Вот так я вижу Валеру, как он работает. Тут куча микрофонов у меня, водичка. Я вот пока присела тут. В ушах слышу, что делает там Валера. С моей песней. Химичит. Так, второй куплет поехал, да? День, ночь, ты растешь. Так, второй куплет. Так, второй куплет. Еще раз. Это меня просто стало. День, ночь, ты растешь. С каждым днем сильнее. С каждым днем сильнее. Бэк. Угу. С каждым днем сильнее. С каждым днем сильнее. Ух, штибэки. Я тут две камеры включила. Что получится, не знаю. Вообще, это тяжелая работа. Потому что во всех же помещениях не продувается, да, Валер? Ну, нельзя же, чтобы были шумы. Получается, не должно быть вентиляции, не должно быть окон. Ну что, я вышла из моей любимой студии. Все мы сделали, все записали. Все мне нравится. Остались кое-какие моменты. Сейчас я бегу скорее на почту. Кристинка уже ко мне приехала. Ждет меня дома с мамой и с Денькой. Вот. Ага. Получилось у нас записи. Ну, у нас всегда по-разному. Три-четыре часа получается запись песни. Вот. Сейчас у нас было четыре часа песня. Записывались. Вот. Ну, и сведения, и мастеринг. Час записи стоит 700 рублей. К студии, которой я занимаюсь. Ну, я вам так скажу, что... Занимаюсь. Записываюсь. Ну, я так скажу, что студия офигенная, честно говоря. И... Ну, для меня они находка. Я не знаю, что бы я без них делала. Потому что мы делаем все круто. Вот. Песни, которые я до этого записывала, на других студиях. Они, честно говоря, не так меня радуют, как все мои последние песни. Поэтому... Хочу пожелать студии этой, чтобы... Ой, ветер, все. Чтобы, короче, они долго... Долго работали. И писали мне песни. Потому что если вдруг что... Я не знаю, где искать таких людей. Еще. Все, побежала. Девочки, прикиньте, что? Отправила посылки, короче. И давно уже так поглядываю. Думаю, а чем черт не шутит? Возьму-ка я на почте... Лотерейные билеты! Интересно будет. Ну, я, наверное, не знаю даже как. Буду отдельное видео потом снимать с этими лотерейными билетами. Или во влоге где-то. Буду рассказывать, не знаю. Короче, взяла один билет. 10 квартир разыгрывается и тысячи денежных призов. Потом 30 загородных домов и много денежных призов. И 40 призов по 1 миллиону рублей. Ну, а что, блин? Ну, мне не жалко 300 рублей. 100 рублей один стоит. Мне не жалко, как бы, а мало ли что, да? Ну, и азарт. И вам, наверное, интересно, да? Короче, играем. Сейчас вот я поднималась. Сейчас вы посмотрите, как мой малыш реагирует на то, что мамочка пришла. Вот увидите, как он реагирует в последнее время. Может, что изменилось? Посмотрим вместе. Ну-ка, кто пришел? Мама пришла. А целовать идешь, мам? И Кристинка вон она. Видите, вот там супер-блогер. А ты что, в труселях? Ну, конечно, я жарко. Ну, не вставай тогда. Сиди. У нас много пришло. Так, я девочкам сказала, посмотрите, как сын реагирует на то, что мама пришла. Ты соскучился? Иди поцелуй, мать. Мать, поцелуй. Иди, иди. Иди, иди. Мой зайка. Иди. Я потом расскажу тебе, что это. Иди сюда. Ты посмотри, какой вредный. Мама, я слышу, дынки не достала. Вредня, вредней. Ты, мам, что, вообще не любишь? Он мне дотянулся. Жука. Давай, мама, сбегай, ты же будешь ей. Чего ты говоришь? Говорю, что я так спешила на свидание, на селение, к дыне, что ресницы начала красить. И накрасила только одну основу белую. То есть белыми ресницами? Да. Ну, не видно. Да. Как тебе наша песочница, богатая песком? Ой, песочница. Огонь, да? Вот песочница. Света говорит, хоть песочко подсыпали. Я говорю, сколько чтобы было? Вот, смотри, горка песочка небольшая. Вот. Вчера было меньше. Ну, короче, мы вышли погулять. Гуляем, тут Кристина увидела ёлки, кусты. Говорит, давайте сфоткаемся. Сейчас будем фоткаться в инсту. Вот ёлки тут. А ещё тут, короче, недалеко есть район, где жил мой крёстный. С моими, ну, как я их братья и сёстры считала. В общем, детство какое-то прошло. Все братья и сёстры, конечно. А ещё здесь жил мой папа с бабушкой и с братом двоюродным. И вот они дома прямо два рядом стоят. Я хочу вот сейчас зайти, и это будут необыкновенные ощущения. Я возьму вас с собой. Буду делиться ощущениями. Конечно. Я этот район просто плохо знаю. Да, я помню. Я даже сейчас расскажу историю одну. Сейчас попозже. Короче, мы зашли в это место. На самом деле, вот здесь, вот именно вот в этом месте, вот я вам сейчас вот так покажу, я гуляла очень мало, потому что здесь вот жил мой крёстный. Фокус. Ага. Вот ребята рядом идут, слушают Кристина историю. Возможно, она её даже и не знает. В общем, жил мой крёстный. Но мы сюда приходили, крёстный и его жена. Я почему-то вот крёстного не так помню, как я помню его жену, тётю Свету. Вот. И помню Маша, сестра. Ну, как бы я считала сестрой её. Хотя крёстная, это же не кровь. В общем, Маша, сестра и Вова, брат старший. Вот. Машина едет, становитесь сюда. И мы приходили к ним в гости. Мне всегда нравилось у них в гостях. Не знаю, мне казалось, что они хорошо живут, лучше нас. Во всяком случае, здесь квартиры. А у нас как бы... А у нас общага была. Ну, как бы не квартира, но... Там всё своё, но всё равно здесь как бы ванна была. Две квартиры. Что такое, зайка? Фокус. В какое-то время мы, на самом деле, потеряли связь. И мама моя последний раз видела крёстного моего. По-моему, это мой крёстный вообще, если я не ошибаюсь. Часто такое бывает у нас тоже. Я помню, что кто-то крёстный там из них был. Короче, дядя Женя его звали. Как в фильме, да? Дядя Женя. Я люблю вас. Я люблю вас. Да. И мне даже интересно, если бы я его вот так на улице встретила, я бы его узнала или нет? Или тётю Свету. Напишите, если кто-нибудь ищи, я жду тебя. Или кто-то ждёт. Да, если кто-нибудь из них меня смотрит, Маша или, может, Львова. Передайте, передайте. Я бы хотела это, да, с ними это встретиться, блин. Я не знаю, о чём мы будем болтать, конечно. Но я двор этот вообще не помню, представляете? Но знаю, что вот этот подъезд у них был. То ли последний, то ли предпоследний. Вот. Короче, вообще здесь всё так старенько. Я как раз всё это вижу из окна. Постоянные крики здесь какие-то на райончике. Вот. А теперь мы зайдём в соседний дом. Вот это рядом два дома стоят. И я вспомню тот двор, где мы гуляли, где жила моя бабушка, папа, дядя, брат. Ну, там большая семья была, дедушка. Интересные ощущения я испытываю. Но, ладно, здесь не такие. Вот сейчас ближе к тому дому. Вот там посмотрим, что я буду испытывать. Интересно так окунуться? Да что такое? Да пух летит, я не могу руки убрать. Иногда так интересно окунуться вот в какое-то время, которое было. Конечно. Конюшня. Вот, смотрите, что значит светленько одевать с малышом. Грязнуля, грязь. Ты счастлива? Да, да, да. А ты что хочешь? Какие да? Теперь к тебе на руки. Давай руку, пошли пешком. Сейчас я тебе покажу, где дед твой жил. И прадед. Мухи? Комары? Пойдем. Сейчас мы проходим непосредственно... У вас это громко? Пойдемте, друзья. Что-то женщина не слышала. Сейчас мы проходим непосредственно. Я, честно говоря, не помню, какой подъезд. Второй, наверное. Квартиру эту продали давно, я знаю. Было бы вообще интересно посмотреть, как там все изменилось. Потому что я помню до сих пор, как выглядит расположение квартиры, как там все было. Вот. И последние разы мы сюда с братом приезжали. Вот историю хотела какую-то рассказать. Это было в те последние разы. Короче, мамка сделала нам макароны с мясом. По-флотски. Вечером. Твои любимые, да? Да. Короче, мы эти макароны забыли летом успешно на печке. И как-то до этого даже пропавшие ничего не ели. Ну, короче, утром жара. Они пролежали, естественно, пропали. Но мы их утром съели прекрасно. Приехал к нам брат наш, вот как раз таки, который здесь жил. И мы поехали тусоваться. Вот как раз таки где-то... А, нет, да, мы поехали тусоваться. Должны были поехать на Хичеванский рынок. Но по дороге брата моего прихватило. И он такой, что-то мне плохо, что-то мне плохо, что-то меня мутит. Я говорю, Вес, ну давай выйдем там, все дела. Короче, мы выходим где-то на этой остановке. Идем сквозь деревья. И только мы выходим, прихватывает меня. Прихватывает как? Знаете, что-то заболело живот. Это вообще самое было... Самое быстрое отравление вообще в жизни. Просто прихватывает живот, я остановлюсь у дерева, присаживаюсь, говорю, что-то мне плохо. И все, просто фонтан из меня. И, короче, мы с братом вдвоем глюем вот здесь вот. И мы вышли специально вот здесь, потому что здесь живет бабушка. Можно зайти и выпить водички, там все дела. Короче, вот что я помню. Еще я помню, что мы гуляли за домом очень часто. Вот сейчас мы идем за дом. Там тоже выходили окна. И мы к бабушке стучались. И она нам... Не, она нам денежку передавала. А вот сейчас... А, еще знаете, какой момент? Я смотрю на вот эти дома. Смотрю на вот эти вот гаражи. И мне раньше казалось это таким большим. Все. Реально, я думала, что дом в два раза больше. Я думала, что деревья и кусты эти в два раза больше. Что здесь места в два раза больше. А сейчас смотрю, она такая маленькая. Все вообще, маленький домишка какой-то, маленькие дорожки. Представляете, насколько мы были маленькие, что это казалось все большим. Все, пойдемте туда. Обратно. Экскурсия по этому... Да, ты нас сюда вывела на какую-то трассу. Какую трассу? Все, вон они, наши ворота. Не знали, ребенка только носить. В наши ворота. Сейчас войдем. Вырвется. Знаете, как это? Серьезно? Ворота в рай. Мы же как-то не так шли. И, кстати, вот прям небо и земля. Наш район вот здесь вот. Да, нормально. Просто немножко здесь вот... Ну, Кристина так скромнее. Немножко, блин. А я не знаю, я прошла, сейчас и мне грустно стало. Грустно, потому что все старое, все страшное. Ничего не менялось с тех времен. Все, для поменять надо кирпичи в домах. Ну, как-то обновить все. Я не знаю, детской площадки нету нифига. Освещения нету. Эти деревья, которые, вот видите, смотрите, тысячу вот этих деревьев. И из-за них не то, что даже здесь как-то грустно и это... Вот из-за этих деревьев, оно все мне напоминает детство. И из-за этих всех деревьев, вот тоже, да, двор. Солнце сюда вообще не попадает. А я очень люблю солнце. Для меня витамин Д, и солнце — это счастье. Когда я вижу тень такую вот, во дворах таких маленьких, и все так вот, знаете, как-то становится грустно. Хочется скорее выйти, где светит солнце, пальмы, море. Поняла? Наверняка кто-то заметил, что Кристина тащит малого, а малой смотрит мультики. Это не просто мы так гуляем, чтобы вы не подумали, просто он упал. Он пацан, здрасте, да? Вообще, как будто бы это его тут... Подумают, что гуляет, гуляет пацан мультики сидит, смотрит, вообще история. Очень хорошо, человек. Просто он упал и начал плакать, и мы его не знали, как успокоить. И мы дали ему мультики. А Супер Маша? И Маша успокоила его, да. Ну, сейчас мы уже едем домой, потому что... Да, едем. Комар, и вот комаров вообще жизнь. Ой, да. Меня закусали. Самое противное, когда пальцы ног кусают. Пальцы ног, они маленькие, и почесать всегда сложно. Так противно. Меня уже укусило. Ну, пойдем сейчас яд высасывать из пальца. Вот вы видели, где мы были, а сейчас мы раз и пришли в наш рай. Высокие дома, светло, все такое классное, новое, красивое. Нам по этой улице пришло? Да, да, пошли. Сегодня ребенок целый день был без телефона, так как зарядки все были разряжены. Смотри. Что это, машина, да? Обходи. Чуть не врезался. Куда? Это не наша машина. Куда ты собрался? Пошли. День. Вот он идет, вот так смотрит. Короче, муцки под ноги не смотрят вообще. И заберешь у него планшет, он будет плакать. Вот, Кристин, попробуй забери у него планшет. Да ладно, не хочу. Не хочу. Давай. На, 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 все, не плачь. На. Все, ладно, пойдем. Вставай. Теперь я не пойду. Вставай, День. Я тебя накажу, чтобы ты, чтобы ты в следующий раз знала, как экспериментировать на видео тут со мной. Кристина его направляет. Покажи, Кристина, как ты направляешь дорогу, показываешь ребенок. Пока мы идем, пока по прямой идем, пока мы идем по прямой. И не придумаешь, да, в мультиках показывают, в анекдотах тогда, когда детки. Подпишись на канал и смотри ноги сели. Под ноги смотри. Походня будет все жесткий. Ой. Нет. Думаешь, он куда-то залез, да? Ну, он, да, всякий снег. День, подожди. Вот, смотри, смотри, смотри. А ну-ка. Не понял. Мальчик. Деня. Подожди, День. Деня, куда ты полез? Куда полез? Посмотри, что он делает. Ну что, день следующий. И мы уже можем с Кристюшечкой пожелать вам не доброе утро, а доброго вечера. Потому что уже вечер. Доброго полдника. Полдника, думаю. Полпятого это полдник? Ну да, в четыре было уже. Вот. Мы сейчас, на самом деле, снимали кучу разных видео, общались с Кристинкой, соскучилась. Но она, как всегда, зараза, покидает нас. Что там, День? День, что там? Она, короче, нас покидает, но я ее вот так просто все время не отпускаю. И придумала, говорю, давай пойдем в солярию. Поедем в центр, посидишь с малым, я позагораю, урву последние часочки, потому что я сама не смогу. Надо с малышей кто-нибудь посидеть. В бассейн на выезде. Да, нам надо решить, кстати, в какой бассейн мы поедем и когда. Вот. Сейчас мы, короче, выезжаем в центр. Я хочу позагорать, потому что сегодня поснимала на сегодня видео уже. И, в принципе, если лицо моё покраснеет и пятна станут более очевидными, то думаю... Ну, к завтрашнему дню они пройдут, и я снова начну снимать. Видите, уже пакетов становится вроде бы меньше. Подожди, подожди, да, я скажу. Скажи, скажи, что ты хочешь сказать. А еще я хочу сказать, быстрее делай зачистку. Да, кстати. Просто ко мне сейчас приехал человечек. Человечек там, да, человечек. Который... Да? Да, вот завтра приедет человечек, Который... Который мы... На очередь, да? Ну, который... Кстати, после зачистки мне очень много сообщений пришло, что Силя, вот если ты еще не отдала, отдай нам, надо, надо, надо. Да, я лишний раз говорю, что, конечно же, у меня очередь за этими вещами. В первую очередь я отдаю это все своим, ну, близким, близким друзьям. Есть люди, которые... Там хорошие люди, поэтому... Тоже нуждаются. Хорошие люди. Нет, там хорошие люди, вы не думайте. Да, нет, я к тому, что мы отдаем людям тоже, которым это нужно. То есть не то, что люди там зажрались, и им это нафиг не надо, им отдаем. Нет, тоже нужно людям, тоже полезно все это, поэтому не думайте, никуда я вещи не выкидываю, и просто так, кому не нужно, не отдаю. И, конечно же, я это все делать буду, ну, в первую очередь, своим близким. Вот, поэтому, жалко, что ты... Так что человечек... Жалко. Человечек, который приедет к Кристине завтра, все тебе отдадим. А ты когда будешь? Ну, завтра постараюсь. Так давай быстрее. Хорошо. Кстати, вот, хотела сказать, что скоро будет зачисточка, о которой Кристина говорит. Также я еще делаю зачисточку среди своих очков. Так как многие очки, у меня же большая коллекция очков, многие очки лежали, я их один раз с них схожу и сфотографируюсь. И меня всегда, честно говоря, напрягает, что лежат какие-то вещи, ими не пользуются. В тот момент, когда есть какие-то люди, которым это может очень понравиться, нужно подойти, и они будут это носить. Я люблю, чтобы вещи использовались. И меня немного, ну, как бы раздражает, когда мои вещи какие-то лежат. Думаю, блин, они кому-то могли бы быть полезными. Вот. И сегодня я придарила кучу очков Кристинке. Да, сейчас показать или нет? Ну, не знаю. Ты будешь показывать где-то в отдельном видео? Не знаю. Ты думаешь, надо подарки от Селены. Побертик. Мне обязательно. Ну, короче, подарила классные очки вот эти. Очень жалко было дарить. Раза! Ну, потому что, не, конечно же, я очки все свои люблю, и, естественно, дарить всегда жалко. Да не любишь ты нас, не любишь. Вот, эти очки, помните, это вот новое я покупала недавно. Не знаю, зачем было покупать. Не, я поняла, ты их купила, чтобы подарить. Кристинки хорошо они подошли. На удивление, да, вообще? Да. На удивление. И что там еще? А, и вот эти тоже одни из моих любимых очков. Очень Кристинки подошли, они очень классные. Ну, вы видели, наверное, в Инстаграме. Короче, Кристинка довольная. А где у тебя вот это? А, а вот еще. Да, теперь у нее несколько очков разных цветов. Так что, спасибо. Отлично. Ну, у меня еще куча очков остались, я буду думать, что с ними делать. Обязательно нужно стоп-кадр сделать. И что? И в интернет потом, когда мы целуемся. А, да. И потом, я тебе фотку, фотку, будешь тебя скидывала? Ну, это лазер его с другом. Да, да. Вот, сейчас мы, короче, едем в солярий, жара неимоверная. Просто села в машину, уже все вспотело. Малыш сзади, как видите, да? Он там кайфует, там меньше падает свет. Себе, кстати, очки, которые я теперь положила себе в машину, я оставляю себе вот эти вот, как они называются? Все время не могу забыть. Это типа полароиды. Это Style Mark. Вот они, Style Mark. Потом я себе взяла розовые зарочки свои, которые, ну, вы, может быть, помните, оставила. Ну, мои валентинки тут висят. И, естественно, Кристинкины, которые она мне подарила, полароиды. Они одни из моих любимых очков. Вот. Вот четыре очков, которые... Очок очков, которые вот у меня в машине, и я их буду как бы под разные образы брать. Остальные у меня дома, в пакете. И как бы они, может быть, пригодятся для каких-то фотосессий или для каких-то образов, не знаю. Но пока лежат. То есть, пока ехали с Кристинкой, думали о встречах с подписчиками. Я все вспомнила, что хочу сделать встречи с подписчиками, хочу петь для вас. Так, ну что, вы здесь пока полазите по двору, да? Походите там, можете походить. Аккуратненько только. Мама пойдет быстро позагорает, красоты на людей. Да? Меня на обложку. Вот так сделай. Нет, как я. Это называется гиперутка. Я. Выхожу, а они сидят на приступочке. Мультики смотрят. Дэн, я скандал закатил, да? Я говорю, Крис, знаешь, как его успокоят? Мультики. Где мои мультики? Вот они, красавчики. Ладно, я пошла? Дэн. Дэн, я пошла? Пока. Чува. Пошли тогда. Дэн, пошли. Где ты там лазишь, украстинки? Пусики какие-то. Все напишет кому сообщение. Нет, это слава. Кому? Ну вот, 300 лет я не была на Пушке. Пушкин сказал. 300 лет тому назад. Черепаха, да? Скоро Дэнка начнет нам подпевать. И вот мы решили, я говорю, Крис, ну давай, я не знаю, сходила в солярий, как бы в центре, пока ты находишься, еще и с подругой. И с ребенком, и думаешь, блин, надо как-то этот момент что-то с ним сделать, да? И я думаю, да, давайте пройдемся по Пушкинской, сейчас может, какой-то кафе найдем вкусненькое. Что-то мне хочется вкусненького сожрать, хотя мама очень много всего приготовила дома. Ну... Вкуснее, тетя Света найдет, и ничего не найдешь. Маме привет. А я тетя Танину люблю тоже очень сильно. Наша мама из золотых просто. Тетя цвета вообще, и соль еще делать, как я люблю. А, ну она делает все, да, у меня натурпродукты. Вот, короче, мы идем, сейчас смотрим в какой-нибудь кафе, Кристинка говорит, я говорю, поставь пацана на ноги. А он просится, я говорю, он привыкнет вот так вот все время на ручках? А она говорит, ну он же маленький, потом вырастет, и никто его на руках носить не будет. Я говорю, я запомню эти слова, и буду Денни потом говорить, когда он вырастет, и будет проситься на руки. Я скажу, тебя переносили на руках, благодаря Кристине, поэтому иди теперь пешком, качай ноги и по обу. Но у него и так, он кочуганищая, блин, все. Так, да. Так, не почу. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Красота. Стоит пацан у забора, классивый такой, такой злакомозойка. Мой такой хочет... Ай! Нашла тут у нас на Пушкинское, хорошее местечко. Я как-то здесь сидела и снимала вам одно из видосов. Оно вот здесь было. Вот здесь прям сидела. Вот здесь прям сидела и снимала вам видос. И внутрь как-то зашла, потому что там что-то кофе, чай, что-то пила. Там прикольно. Пойдемте. Внутрь. Классное местечко, только там с одной стороны тип курит сигару вообще, вонище страшное. И сигареты курят на улице. Я не знаю, найдем мы еще такое красивое место на Пушкинское. Я помню, что оно одно из самых красивых. Блин, так хотела посидеть. Тут еще детская площадочка вот. Но пацана сюда лучше не пускать, он покалечится. Это мне надо за ним бегать, как следует. Он горка высокая. Ну что, дальше пойдем пройдем? Да. Ну ладно. Хочу вкусно съесть. Я просто проголодалась уже, и мне главное вкусно съесть. Кстати, он итальянский квартал. Там, кстати, неплохо готовят. Но это не на улице. Кстати, белую гальку я перепутала с хлебной лавкой. Мы здесь уже когда-то были, и не один раз. И в итоге мы прошлись дальше, и решили зайти в хлебную лавку. Что-то я уже там взял. Телефон мамин тыкает уже. Вот хитрюля вообще. Нельзя. Я заказала себе спагетти карбонара. Пацану заказала... Иди в гальку поиграй. Пацану заказала сырники со сметанкой. Ой, нам лампу еще несут какую-то. Это потом включат, да? Когда стемнеет. А, когда стемнеет. Вы до скольки работаете? Да, не перенечко. А это... И кофе ладо заказали, и сок малиновый заказали. Короче, посидим здесь. Может, фотканемся? Нет, нет. Мы тут уже пофоткались со страшным чудищем в инстаграм. Дэй, ну пожалуйста, это салфетки вообще у нас остались. Остались вот одни. Две салфеточки, ручки тебе вытерят. Крис, что делаешь? Сижу. И все? Так, да, что? Давай фоткаться. Пацан, что делаешь? Вилки, ложки, да? Так, ножи убрать. Сто лет не ела карбонару. Тут яйцо сырое. Ну, я помню, что там, да, яйцо, сырое бекон. Сливочная фигня, короче, тут. В общем, сейчас попробую, вспомню. А пацаны вот сейчас остывают сырники, сейчас покушают. Кристина у нас, как всегда, на диете и собирается позаниматься еще вечером. Представляете, откуда сила у человека? Вот карбонара, это вообще не мои любимые спагетти. У меня всегда их брала в Москве подружка, Полинка, я помню. Она прям любила эту карбонару, а я брала все время, вы знаете, что? Болонез, вот. С томатом, с мясом, ну, как бы, что-то понятное по-русски, да. А у нее все время видела, типа, это сырое яйцо. На самом деле это не сырое яйцо. Оно вареное. Я сейчас попробовала. Что ты, зайка, кушать хочешь? Я тебе сырники взяла. Будешь? Ну, он только горячкий. Ммм, вкусный, попробуй. Ведем. Ну, красивая. Что с моей камерой, я ее надо протереть? Я вас протру, извините. Прям рукой, да. В общем, свет ночной уже включается, становится все так романтично и красиво. Соседи наши ушли, соседки точнее. Теперь могу вот так показывать, как тут красиво. Я не доела карбонару, потому что она очень сытная. И, честно сказать, карбонара – это не мои спагетти, потому что они жирноватые. Вот это вот, знаете, пережаренный с зажаренным веком – это, конечно, не мое. И я прям объелась. А Кристинка, да? Обжаренный, зажаренный бекон. Жирно. Жир. А Кристинка, Денька, не захотела, на самом деле, сырники есть. Что-то ему не понравилось. Почему? Ну, вообще, он вообще его нагрелся. И Кристина с удовольствием съела. Хотя она с удовольствием... Я не буду с вами. Хотя она с удовольствием съела бы жирненький бекончик. Но она заниматься. Заниматься хотела. Уже не будешь? А я сбегала, пацану купила огушу, сок. Ну, наконец-таки, настал тот волшебный возраст, когда ребенок берет телефон с мультиками и два часа может в них втыкать. А мамочка... А мамочка с подруженькой своей, любимой, могут спокойно посидеть, потрындеть, попить кофе. Счастье, да? Счастье-то какое! Вообще не здесь, вообще не здесь. Он не слышит меня. Главное, чтобы мультики были познавательные. Да? Желтая машина. Хорошо, когда мальчик увлекся мультиками, но плохо, когда он эти мультики не отдает. Идет и смотрит. Короче, мы хорошо посидели, погуляли, нас загрызли комары. Мы движемся к машине. На самом деле иду сейчас и вот наблюдаю уже какой день, что атмосфера праздника в нашем городе есть. И вообще, мне кажется, вот везде, где чемпионаты, везде, где подготовили как следует, да, чувствуется очень много иностранцев. Ходят какие-то ряженые люди, ну, я имею в виду в костюмах что-то, да, то есть концерты. Везде на площадках у нас, ну, как бы каждый день, даже будний день у нас как выходной. Ну, везде какие-то концерты, что-то интересное, танцы, пляски, какие-то мероприятия. Это все связано с футболом. Ну, у нас сегодня еще играют, да? Сегодня у нас особенно. Иностранцев очень много. Я не поняла, ваше золото 20-го? Я не знаю, деревянные. Короче, непонятно. Играют, не играют, но люди вокруг торжествуют. Every day. Ну, все, мы приехали. Кристюшка вызывает тексики, да? Нет. Я сейчас говорю, маме звонит. Маме она звонит. Мама не хочет трубку брать. Вот, смотри, мама не берет трубку. Такси повышенная цена. Какие еще препятствия были у тебя на пути к твоему дому? Препятствия только одно, не гулять, не оставаться. Нужно делать дела, как у тебя, Куча. А мне кажется, что все препятствия на пути говорят тебе о том, что давай возвращайся к Селине. Ты очень приехала на Маку. Да, я с удовольствием, как высек. Что да? Напился сока? Да что же, блин. Ну, ладно. Ну, что делать, блин? Чем все закончится, эта история? Я не знаю. Ну, и как вы думаете, эта история заканчивается? Она не заканчивается, Кристинка едет к нам снова. Я сделаю все, чтобы она сегодня осталась у нас. Ну, ты не понимаешь? Да, да, потому что ты приехала вчера, и ты не должна сегодня вечером. Так я приеду, я все равно, все, учуете, с Алифлэем кое-что, юбочки. Не раскрывай все тайны. Юбки с Алиэкспресс. Ну что, мы прибежали домой. Что-то у меня подмышка такая торчила, но нормально, да? Мне недавно с вами приснился, что... Я вот так сфотографировалась и забыла... Что? Выложить в инстаграм? Нет, а потом смотрю на фотографии, и я уже выложила в интернет вроде бы. И такая смотрю, ну, туда, а там... Волосы! Какие? Это страшный сон. Да, да, это страхи. Ужасы нашего городка. Которые нельзя забывать. Ну, сейчас ни о чем, ни о чем, ни о том. Мы вышли... Это тоже это. Почему это стало? Это... Очень интересная история. Вот, да, блогеры? Они что-нибудь говорят, потом стесняются, подумают, вот, блин, что подумают про меня, что у меня волосатые... Мышки, и что из-за этого... Это самый большой страх, что аж снится. Ну, потому что нужно быть няшным. А есть у меня волосы? Все, увидишь. Это у меня. Дайте мультики, скажи. Мультики, дайте, не томите меня. Да, пацаны, кстати, первым делом мамочки, они никогда не приходят. Вот я раньше, когда приходила откуда-то, я все бросала и ложилась на диван. Все, просто включала телевизор. Мне полчаса, час нужно было... Нужно было реально смотреть телевизор. А сейчас, прежде чем лечь, я должна искупать пацана, накормить пацана, уложить пацана, короче, и только потом расслабиться. Может быть, если не нужно сделать еще, еще, еще что-то. Короче, пока мы отдыхаем. Я думаю, кстати, может быть, прямой эфир сегодня проведем. Нет, сегодня сейчас посидим со мной. Ладно, посмотрим, короче, потом. Прямо покажет. Крисинка такая непредсказуемая, она сегодня говорит, да, завтра нет, настоящая женщина. Мы, кстати, сидим, едим, параллельно снимаем видео еще. И вообще сейчас наши играют, и уже 3-0 было. Сейчас подгляну, что там сейчас. Ту-ту. Ну ладно, чуть-чуть они там пытаются отыграться, 3-1 уже, Россия и Египет играют. Давай выпьем за наших, мы сидим расслабляемся. Я пью мартини с апельсиновым соком, Кристина пьет абраучку свою любимую. Я хочу, чтобы абраудерсо поняли, что я их ценю, люблю, уважаю. И прислали ящик шампанжа. Абраудерсо, если вдруг вы подписаны на Зеленую Сою и не пропускаете в выпуске. Подписывайтесь на мой канал. И вы слышите меня. Да, и вы слышите мое обращение. Я вообще не знаю. Да, пока что можно как бы... Я бы даже в винном погребе у вас работала для начала. Жила бы в винном погребе. Да, да. Как я жила бы в фикс-прайсе, да? С открытыми только бочками. Короче, я на самом деле думаю, что наши могут чемпионами стать. Я верю в это. Есть такой вариант. У нас очень прекрасное начало, 5-0. Я смотрела открыто. Сейчас 3-0. Второй раз выигрывали. 3-1 уже отыгрались. 3-1. А вот. Ну, это еще не отыгрались. Фу, отыгрались. Ну, к тому, что да. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть забили. Чуть-чуть забили. Чуть-чуть. Чуть-чуть забили один там. Подумаешь еще два раза. Слушай, Зверев, Россия вперед. Зверев выложил пост, а Россия вперед. В общем, мы верим в Россию. И верим, что мы можем занять первое место. Когда тоже должны. Так что мы желаем удачи нашим спортсменам. Да? Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам. Пусть оно приходит. Подожди. Ты как-то ведешь себя вот не по-взрослому? Подожди, давай вот еще раз. Потому что у меня сейчас там что-то в глотку попало. Вот кто за то, что она ведет себя не по-взрослому? Поставьте лайк, чтобы я видела, что она ведет себя не по-взрослому. Что моя гипотеза... Крис, давай вот это вот. Я сейчас. Как солнце по утрам. А ты вот эту музычку. Давай. Да. Давай. Раз, два, три. Как солнце по утрам. Пусть оно заходит. Мы все взбились. Давай сначала. Давай. Мы желаем... Сейчас начну потом. Нет, ты тоже пой. Давай. Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам. И оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам. Счастьем поделись с другим. Ну что ты не знаешь? Поставьте. Вот реально ведете как ребенок. Поставьте дизлайки. Если вы со мной согласны. Поставьте лайк. Я зайду посмотрю. Правая или нет. Поставьте, поставьте. Пусть лишний раз зайдет. Посмотрит мое видео. Видео. Посмотрит мое видео. Прокомментирую. Видео мое посмотрю. Дай заговарить что-то в последнее время. Главное, с одной стороны. Крис, вообще лаймхаки придумываешь. Да? С одной стороны. Купер. Куперфиль. А что я сейчас делаю? А я успела почесаться. Я черный плащ. Нет, смотри. Я черный плащ. А там. Сука. А там лицо разъединилось на две части. На три. Не сверху видно. Или подожди. Я черный плащ. А там. Сука. Састрял. А там вот. А там борется середина. Со всем. И лицом осталось. А там язык со ртом борется. Селена. А там язык с носом. Обратите внимание. Кстати, Деня себя ведет очень по-взрослому. Взрослый парень. Может, вы поменялись пока? А там язык борется с носом. Разговаривая с ней, разговаривая. Ты представила это? Ну, короче. Вот так живем. Синхронно. Слушай, вот так вот, да? Вот так. Где-нибудь придумаешь. Да не видно, блин. Да? Ну, вы поняли. Ай, болит. Сейчас чехол будет. Прещину. Ладно. Малышня на самом деле спит. Я его уже уложила. Слушай, пойдем в футбол уже. Может, в таких минутах опять забьются. С мамой мы договорились сходить завтра в этот бафик. Надеюсь, Кристина к нам присоединится. Сетей со своим. Ну, короче. Вообще-то моя инициатива. Ну, пойдем, пойдем смотреть. Пойдем смотреть. Я следую. Пойдем. Пойдем в бассейн. Все, выключено. Ой, нет. Ле, я же нажала на кнопку. Такая, ты все выключила? Да, такая. Ой, я нажала кнопку. Девочки. Очень важно быть эрудированной. Просто, чтобы вы понимали. Сейчас лето, у нас аллергия. И у нас постоянно чешется у нас. Поэтому, если вы в эфирах, или во влогах, или где-нибудь, не важно. Не дай бог. Не дай бог увидите, что мы чешем на свои носы. И не только. И невырезаемо, да? Только потому, что параллельно все они прикольные, просто у вас не вся вырезается. Никто, конечно, не чешется. Я вот лично это понимаю. У меня сегодня чешется нос просто как сумасшедший. Какой. Да. Я же его чешу со словами. У Селены и так нос станет. У тебя и так нос станет. Ты его вообще еще и счешешь. У тебя дырочки такие остальные. Очень будет интересно. Когда, когда, когда у меня останутся только две дырки. Да так, да. В голове. Такие две. Носовые. Вот так. И будут спрашивать. Зиля, а где твой нос? Не, подожди. Еще про блондинок всегда шутят, что у него есть. Вот здесь вот такая, да, дырочка. Вот тебя будет вот так и вот так. Да, у меня будет больше ниток. Вот хитрая. Типа она такая глупенькая. Я тебя давно уже раскусила. Ты еще глупее, чем кажешься. Типа. Я в общем к тому, что... Там футу заканчивается. Если кто-то спросит. Вы заметили, что каждый раз, как только я обращаюсь к вам, Кристинка лопает салат. Типа ее никто не видит. Причем ложку такую набирают большую. Да подвинь уже к себе. Кушай, ниточка. Да я уже не могу. Короче. Не могу, я сейчас опять ложку возьму. Следите. Нету салата, все нету. Следите за... Блядь. Доржались. Доржались. Ну пиздец. Я не хотела, ну честно. Кристинка лопала. Мой сок опилиси, мама. Блин. Сейчас оно будет у тебя. Вообще-то партиния не дешевая. Сейчас нам будет это утирать все, оно будет все же капать больше. Оно все сразу уже капало. Самое главное, что здесь ты наделала. Ты сняла мои 20 планов видео, которые... Да ты уже сегодня 500 сняла. Нет. Че тебе 20? Нет, я не 500. Короче, все, Кристинка походу напилась. Роняет бокалы на меня. Крис, а у меня ноги в мартини. Ты будешь ноги мне тряпкой посудной протирать? Да вот, я же бегу. Не надо, не надо. Я пошла из купоезда, Крис. Не надо, и посуду мут жирная. Давай протру. Не надо протирать ноги. Пошла в дужку сбегу. Чтобы вы понимали масштабы, это я не обоссалась. Это очень похоже. Это 300 рублей, похоже. Слышь, похоже очень, что описывалось. Глянь, желтое такое. Вот почему я разлила. Что? Потому что оно хотелось разлиться само. Ну, конечно, ага. Там что-то было другое. Давай, отмазывайся. Не сок с мартини там был. Да, конечно. Оно будет не разлилась. Идёт и мясо поможет. Так, Крис, оно ещё сладкое, поэтому надо как-то это... Быстрее. Давай реши. Ну что, наши победили. 3-1. Да, молодцы. Россия, наши молодцы. Молодцы. Супер. Блин, будет кайф, если мы победим. Я забыла, что у меня волосы заплетенные, хотела вот так сделать. Ну и сединую. Праздную победу. Ну знаешь, что... Что... В чём-то шутит. Что-то сделалось? Ну так. Нельзя так к собеседнику обращаться и закрывать рот кулаками. Почему? Некрасиво, некультурно. Рот закрывать? Ну так надо сидеть. А я нормально сижу вот так вот, подпёрла голову? Ну... Не подумает ли мой собеседник, что мне скучно его слушать? Я что, я уже сейчас засну, подпёрла голову? Вот после твоих слов я бы подумала. А до этого не... Нет, я просто бы подумала, что ты устала. А после того, как ты сказала, что... Ну, не буду повторять. Скучно слушать собеседник. Ой, оставлю вот это. Я просто к тому, что... Можно и оставлю? Да, да просто к тому, что от Томми тут сюда нос дотягивать. Не умеешь. Да, если бы натяжку не могу. Я один раз только видела девушку прям. Я могу верхнюю губу. Не, ну губа она рядом. Ну сделай. Ну ладно. А я до кончика прям. Ты видела, как я могу? А я до кончика. Селен, не оставляй тут. А я до кончика смотри. Последние женихи разберут. Я до кончика носа смотри. Ладно. Я просто думаю, чтобы сделать коротенький в ложек, надо уже попрощаться, потому что я много всего... Ложек напоминает слово обложка. Или это? Обложка под тетрадку, на тетрадку, помнишь? Помните? Как-то, может, сейчас деткам покупают вообще? Ложек, напоминает тебе обложек. Обложка, да. Помнишь, обложка для тетрадки, помнишь? Помню. Помнишь, нас заставляли тетрадку? Обложек тебе напомнил, обложку. Да. А ты можешь тетрадки зеленые? А мне ложек. Вожеки, знаешь, такие? Слушай, у тебя свет падает, как будто бы у меня нос вообще... А у меня как будто, смотри, какие фингалы под глазами. Синяки, смотри, какие... Быстрее заканчивай, слушай. У тебя жал, а у меня нос какой-то... Вы этого не видели, вы этого не видели, этого нет. Знаете, на самом деле классное освещение, ретушь, ты-то-ты. Мы прекрасные, молодые, здоровые. У Кристинки как будто шелто-зеленые ногти. Слушай, а ты в Комедиумен, когда там типа звонят... Да, я чувствую, а шо? Я там змеялась. Комедиумен, не видела? Не прощала. Пародировали вот этих вот, которые через телевизор. Прощаться вы? Да. Девочки. Мы вас любим. Я пришла в гостях Селения. Это, конечно, Селена на влог, но... Я думаю... Можно я вот такую заставку сделаю? Я думаю, что я могу сказать слово. Можешь два сказать. Всем пока. Всем пока. Давай, быстрее говори, что ты хотела. Ссылка на мой канал будет, конечно же, под видео, поэтому переходите по ссылке под видео. Ссылка на мой канал пользуется моментом. Да ладно, ладно, сука, под видео. Да, пользуюсь. Да. Да я всегда, когда Кристинка со мной, я всегда ее канал оставляю под видео. Я бы на твоем месте не говорила пользуюсь. Это факт. Ну, в принципе, получается так. Пользуешься. Я бы хотела, чтобы Кристинка скорее перегнала меня и стала мегапопулярным блогером. Чтобы все оценили мою мегаподружаюку. Ты знаешь, стоп-кадр. Ладно, крошки мои, мы с вами прощаемся, да, уже какой-то затянутый блогик получился. Я не хочу опять делать, типа, 40-50 минут эти блоги, но иногда так получается. Надо повремя уметь останавливаться. Да, конечно, просто вырежешь, во-первых, и все. Во-вторых, умные болталки, не вырезай. Вырежи начало. А вырежи начало, все, что сейчас было в конце, оставили. Подожди. Если умный человек, я уже не раз слышу, если умный человек, почему его не послушать? Начитанный умный блогер, очень умные слова в болталке. Я бы послушала. Я бы тоже. Скажи, есть такие? Селена своей, очень умный блогер. Вот дураць, вот хитрая, очень хитрая. Кто понимает, на самом деле, что она хитрая, она далеко. Не умная. Не такая, которая себя строит. А кого она строит из себя? Глупенькую блондинку. А на самом деле? А на самом деле, там куча книг по психологии. Нет, вот я, вы можете верить. Опыта. Опыта. И плюс опыта, хитрая такая, не книг, а опыта. И книг, и опыта. И книг. Не книг. И книг, и опыта. Не книг. Такая, типа, ничего не знаю, никого, типа, да, я не хочу даже ничего говорить. Сами все поймете. Поэтому первую часть влога вырежем. Ни о чем. А вот там, где мы о серьезных вещах умных говорим. Да. И делаем красивые умные гримасцы. Оставим, да? Да и вообще, я вам рекомендую, если вам нравится вселенная, отнеситесь посерьезнее и слушайтесь. Слушай, ну вот реально у тебя камера передает огромную. Посмотри, как умная. Да это не камера. Свет, посмотри, падает только на твой нос. Она жесткая. Вот так давай сделаем. Короче. Вот так. А то мы сейчас закроем камеру и поговорим, по-моему, серьезно с Селеной. А то разговорилась, по-моему. Ладно, крошки, давайте прощаться. Все, мы вас любим. Ссылка под видео. Да, все ссылки, которые интересные, они все под видео заглядываются. Целую, люблю вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok